На 44-й день войны победоносная армия Азербайджана освободила от оккупации села в районах Физули, Ходжевент, Джабраил, Губадлы и Зангилан, что свидетельствовало о сражениях по всей линии фронта. Освобождены от оккупации еще 48 сел, один поселок и 8 стратегических высот. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал президент Азербайджана победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Али. В тот же день глава государства дал интервью телеканалу BBC News. Тем временем авиаударами, нанесенными на Ходжевентском направлении фронта военно-воздушными силами Азербайджана, штурмовиков Су-25 и беспилотных летательных аппаратов, разрушены окопы и укрытия противника. В части 2-го и 3-го мотострелковых полков армянских вооруженных сил, оказавшись бессильными перед ударами нашей армии, на этом направлении фронта и по позициям вокруг пункта Громозобазар оставили оборонительные рубежи и обратились в бегство. Нейтрализован минометный состав 10-й горнострелковой дивизии противника, который вел огонь по азербайджанским подразделениям на Тертельском направлении фронта, а также уничтожен один танк и одна боевая машина пехоты вооруженных сил Армении. На Ханкиндинском направлении фронта ударами БПЛА также уничтожен грузовик с пушкой Д-30 на прицепе, перевозивший живую силу вооруженных сил Армении по дороге Шуша-Ходжалы. Напомним, что число погибших среди гражданского населения Азербайджана в результате провокации вооруженных сил Армении с 27 сентября до 9 ноября достигло 93, а пострадавших 407. Нанесен большой ущерб гражданской инфраструктуре. И вот настал тот день и час. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России провели переговоры. В результате было принято решение о полном прекращении огня и всех военных операций в зоне конфликта. Тогда Армения подписала акт о капитуляции. В связи с этим президент Азербайджана, победоносный верховный главнокомандующий Ильха Малиев обратился к народу. Невозможно описать словами те чувства и эмоции, которые переживал каждый азербайджанец. Это были слезы радости и гордости, слезы национального достоинства. Долгая оккупация завершилась, и народ-победитель вышел на улицы Баку. Люди обнимались и поздравляли друг друга, проявляя силу национального единства и железного кулака, который восстановил справедливость. Азербайджанцы всегда запомнят героев, павших за родину. Указом президента Ильха Малиева от 3 декабря 2020 года, 8 ноября, объявлен Днем Победы. С праздником, дорогие азербайджанцы! Карабах – это Азербайджан.